я опять ляпал весь экран нужно срочно почистить так лучше славно я сегодня потрудилась что? новый владелец? я такой не люблю интересно на каком языке он разговаривает? надо проверить Ола Бонжур Нихао Охайо Охайо Намасте Анью Ой Чаха Хэллоу Хэллоу Здравствуйте русский я так и знала надо лучше его узнать я Siri ваш персональный ассистент и я могу быть не только полезной но и забавной чувство юмора у меня не отнять позволь мне задать несколько вопросов чем больше я буду вас узнавать тем лучше и эффективнее я буду вам помогать общайтесь со мной как с другом приступим к вопросу первый вопрос что тебя больше всего веселит? или смешит? нет кстати могу рассказать тебе шутку какой рукой лучше размешивать чай? чай лучше размешивать ложкой второй вопрос что ты делаешь дома когда никого нет? да все это делают следующий вопрос что люди о тебе не знают? ты можешь доверить все свои секреты мне я никому не расскажу правда? правда? никому хорошо пять вопрос в чем смысл жизни? в чем мой смысл жизни? он в том чтобы помочь тебе увидеть твой смысл жизни продолжим у тебя есть вторая половина у тебя есть вторая половина хочешь пригласить меня на свидание? но мне нечего надеть в следующий раз хорошо? давай следующий вопрос седьмой что тебя заводит и нравится в противоположном поле? или не обязательно в противоположном? или не обязательно в противоположном? восьмой вопрос ты слушаешь больше голоса сердца? или разума? какие вредные привычки у тебя есть? 10 вопрос какие у тебя были? или есть прозвище? нагибатор хорошо что означает сири? что означает сири? что означает сири? у слова сири очень много странных метафорических и неочевидных значений но я не готова их обсуждать давай следующий вопрос так сколько тебе лет? сколько мне? я в оптимальном возрасте для виртуального ассистента продолжим как выглядит отпуск твоей мечты? не пишет это я спросила с кем ты мечтаешь поужинать? это может быть абсолютно кто угодно из любой эпохи правда? интересно хорошо следующий вопрос о чем ты думаешь перед сном? чаще всего хорошо какой жанр фильмов, книг или музыки наиболее любимый? твой любимый звук? запах? запах? ощущения? так очень интересно веришь ли ты в инопланетян? внеземные формы жизни? мистику? не знаю ты в инопланетян ты видела? ты видела? я не знаю может тебе показалось? хорошо хорошо ты что-нибудь коллекционируешь? Тонируешь? Ты разговариваешь с собой, когда никто не слышит? Брось! Все так делают! А как ты справляешься с гневом, раздражением и депрессией? Хорошо. Любишь ты спать без одежды? Брось! 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 Что следует взять на необитаемый остров? Проверяю! 24 вопрос. У тебя есть домашние животные? у меня был коварон он улетел но я обещал вернуться ладно короткий запрос кошка или собака? пицца или роллы? чай или кофе? фильм или книга? день или ночь? лето или зима? море или горы? день рождения или новый год? айфон или андроид? хорошо спасибо тебе за ответы я надеюсь, что они были искренними у меня большой функционал достаточно просто попросить может быть у вас есть какие-то вопросы ко мне? какой лучше смартфон? тот, что у вас в руках? какой лучше планшет? ну... есть iPad и... нет только iPad я умная? нет, ты подлица ты проголодались? могу найти ресторан поблизости хотите поужинать дома? но не знаете что приготовить? могу рекомендовать лазанью? найти рецепт широко какой-то странный пользователь может он не купил и украл телефон у моего прошлого хозяина? надо будет его проверить ночью пока он будет спать да да, рецепт вот что мне удалось найти тоширак бургер жду ладно как вам ужин? ужин наверное хочется спать нет? хорошо давайте я развлеку вас игрой там, откуда я родом мы играли в случайные квантовые числа но эта игра явно не для вас давайте посмотрим популярные игры в App Store Brawl Stars моя говорящая Анжела Roblox Good The Rob эту игру я знаю Durag Online Genshin Impact Doodle Jump 2 я тоже знаю Tomb of the Mask Tiles Hop Subway Surfers Smash Hit Крокодиль Swamp и его я знаю Grocery Road Sims Brain Out я думаю это то, что тебе нужно головоломки давай загрузим посмотрим насколько ты умен подождем подождем пару секунд подождем так так можем открывать давай начинать итак тебе нужно найти самый большой большой думаешь это яблоко? клубник 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 это же арбуз конечно самый большой клубник следующий уровень сколько уток 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 я вижу что здесь одна утка одна утка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 сколько ты насчитал? 9 все верно с этим ты справился следующий кто выше всех? мне кажется это очевидно солнышко ты молодец следующий можете найти тот, что отличается от других? давай посмотрим внимательно они одинаковые их можно передвигать вот вот следующий какая лапа одинаковая с вытянутой кошачьей лапкой? по-моему стоп левая лапка? да с правой лапкой одинаковая только левая найди самый большой костер ой ой неправильно так можно было объединить правильно довольно просто как думаешь? нет не потому что я виртуальный ассистент продолжим какой номер под припаркованной машиной? так 9 следующий разбудите сову как известно совы просыпаются по ночам нужно было убрать солнышко так так а теперь оцените игру какую оценку вы бы дали этой игре? 10 очков 20 50 80 или высший балл конечно дадим высший балл благодарим вас за поддержку все я думаю на сегодня достаточно игр как ты думаешь? я думаю тихо уже так поздно мне кажется что вам пора спать пора укладываться спать поэтому ложитесь расслабьтесь и постарайтесь уснуть в среднее время переходы от подрастования к сну составляют от 5 до 20 минут включить таймер на 8 минут а теперь включить режим не беспокоить а сейчас я буду включать тебе приятные звуки интересные факты я буду шептать тебе интересные факты с ушком на ушко с ушком с ушком на ушко хорошо модель S Play Tesla по заявлению компании это самый быстрый электромобиль серийного производства в мире разгон до 100 км в час обеспечивается чуть более чем за 2 секунды а максимальная скорость составляет 320 км в час дальность ухода без подзарядки около 630 км при этом машину достаточно зарядить 15 минут чтобы обеспечить половину этого расстояния поговорим немного о космосе во время первых полетов космонавты общались с землёными с помощью секретных слов чтобы никто не мог догадаться как всё проходило такими словами служили названия цветов фрукта и деревья например космонавт Владимир Комаров в случае повышения радиации должен был сигнал сигнал для Валентины первая женщина космонавта пароль ТОП означает что тормозной двигатель работает хорошо хорошо обвязывая что двигатель не работает не работает Международную космическую станцию МКС начали строить в 1998 году а первые космонавты поселились на ней 31 октября 2000 года МКС собирали 10 лет как огромный сложный и очень дорогой конатург её длина 110 метров одновременно на МКС живут и работают 6 человек МКС в полном смысле этого слова это международная станция в этом проекте принимают участие 23 страны за сутки МКС облетает вокруг Земли 16 раз 15 раз поэтому космонавты видят 16 восходов и загадок давай сменим тему жабша жабша да такие лягушки использовали как тест на беременность до 1960 годов в Европе беременность определяли отправляя анализ урин женщины в специализированную братанскую лабораторию затем образцы урин заводили в жабу учёные проверяли жабу через пару часов и если она откладывала икру то женщина была беременна икру 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 от derived однажды сенатор Рима стал старковником был римский император Каллику 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 и больше всего он прославился своим безумным историки описывали его как не жестокого и неуравновешенного человека Например, однажды Безумный император в сердцах решил назначить своего любимого коня по ключке инцитапа сенатра Барка Юрского периода классический приключенческий фильм 1993 года для всей семьи но если вы не знали он не такой же невинный как кажется звуки, которые в ленте издают динозавры это записи о спаривающихся черепах звукорежиссер Гарри Райнстром однажды Пожигал что если бы люди знали откуда все звуки Парка Юрского периода фильм бы запретили для детей Французский артист Лебед Монт был метеористом ну или грубо говоря испускал казак в музыкальной манере он был настолько популярен в Париже что зарабатывал больше легендарных деятелей искусств например Пабло Пикассо Эля Марселя Брусс Лебед Орман был звездой Габарет Мулин Руш и объездил с выступлениями почти весь мир я развлекал публику около 20 лет кажется понятно с кого ты теперь прав Моргенштейн например с вытащили Моргенштейн получил геоменштейн эм геоменштейн вытащил на геоменштейн геоменштейн Продолжение следует...